Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами Наталья Рябчикова. Сегодня поговорим про подсчет макросов на кето. Макросы на кето-диете это все. Проще говоря, для поддержания кетоза вашему организму нужно будет определенное соотношение белков, жаров и углеводов. Углеводы должны составлять менее 5% от вашего потребления калорий в каждый прием пищи. В начале диеты рекомендуется потреблять не более 50 грамм, потом порог снижается до 20 грамм в день. Но в идеале хорошее соотношение составляет 1,5 грамма чистых углеводов на 100 калорий. Обязательно при соблюдении кетогенной диеты вы должны отслеживать именно чистые углеводы. Этот расчет довольно прост. Чистые углеводы равняются общие углеводы минус клетчатка. Как правило, про клетчатку все забывают. Если вы уберете из рациона своего углевода, заменив белком, жирами, продуктами с высоким содержанием белка, не будут способствовать развитию кетоза. Способствует развитию кетоза именно снижение употребления количества углеводов. Чтобы правильно переключить ваше тело на использование жира в качестве топлива, содержание белка должно быть умеренным и пониженное содержание углеводов. А вот количество съеденного жира мы увеличиваем. Увеличиваем для того, чтобы быстрее войти в кетоз. И не переедайте. Помните, что диета – это всегда худеем за счет дефицита калорий. На этом на сегодня все. Спасибо вам огромное за просмотр. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok